Вот очень интересно все-таки мне понять суть твоей проблемы. Давай попытаемся докопаться до самого начала, до причин. Ибо мы сейчас имеем дело с последствиями. Хотелось бы узнать, в чем причина такой твоей агрессивности, схлости, непринятия социума, отрицания многих проблем, твоих личных проблем, не могу я с этого слова. Мне хочется узнать, какой метод терапии сможет тебе помочь. Давай вместе сообща, ты и я. Попытаемся наладить контакт и как-то друг другу помочь. Не нравится тебе Фрейд, ради бога. Может, гештальтерапия. Все что угодно. Только не доктор Пропат. Это была шутка. Я прошучу. Давай начнем. Расскажи мне, знаешь, про что? Про простую школу. Про то, как ты учился, с чего все началось. Детские годы. Беззаботное, веселое время, веселая пора. Ну не знаю, ездили вы в Питер? В Питер ездили ли всем классом? Нет. Нет, ну, не знаю, ходили на экскурсии, музеи, куда-то в парк, на карусели. Делали КВНы, стены газеты. Ведь это так весело, все это так забавно. Не знаю, дискотеки веселые, забавные. Расскажи об этом. Расскажи, я хочу об этом узнать. Хочу узнать об этом, чтобы понять тебя. Расскажи мне про свою школу. Расскажи об этом. Не бойся. Писки с гаванками и все летят. Об этом? Я расскажу тебе об этом. Приболел, правда, Малех? Мысли о школе меня согревают. Как солнце летом. Сказалось, это больно. Так вот, куплеты об этом. Я скучаю. Знаешь, у каждого рэпера на своем диске есть истории о крутости, трудностях и риске. Но на гана не каждый, и каждый это понял. Поэтому ловите гонево про мою школу. В городе Ростове, в рабочем городке, где черт хуй проедет. На асфальтовом катке, где ребята труд за тру на стадионе труд. И если че, спизнул не то, легко станешь труп. Ты крут, но тут держи метлу во рту. Это Южная Россия, город Ростов-на-Дону. Все это началось в 87-м году. Мне 7 лет, первый класс. Ауф без директора. С дедом на рюкзаке, пальто при берете. Если честно, дети, мне хотелось умереть. И такой портретик. Я стою на начищенном паркете. Книжки в рюкзаке, сменная в пакете. Первый день старшеклассники мне дали бубен. Но я не стал дуть губы, как Андрюша Губин. Сказал мне дедуля, трусы с людей губит. Главное стоять на своем, внук. И берегов не путать. Помню, как учительница сказала мне. Но вряд ли что-то тебя сделает умней. Я пихну в обратку ей. Немного грубо. Как станешь тут умней, если учительница тупая дура. Педагог английского языка. Все время чесался в жопе. А потом отличников гладил по головке. Слава богу, я был далек. Отдел его заду. Учился на двойке. Сидел я на последнем ряду. Зауч Валентина Семеновна нас в физике учила. У нее усы были, как у мужчины. Дальше учиться не имело никакого смысла. После того, как я ей посоветовал по-быстрому побриться. Учительница биологии Елена Владимировна. Была милая и лично мне импонировала. Но поднапряглась и забычила. Когда я попросил конкретики насчет пестика и теченьки. Мой друг Толя остроумно блеснул. Исполнив свой погучий стул на учительский стул. На пиццвет Толин папа не пришел. Получил аванс. Забухал он с корешом. Учитель физкультуры был из отставных вояк. В седьмом классе он насильно поднапряг. Обзывал доходяками нас. Здоровых ребят. Используя в речи все слова подряд. Мы объяснили дяде в общих чертах. Что кирпич имеет свойство проламывать чердак. Время сейчас неспокойное. Да и в стране бардак. И можно невзначай попасть. Подлюб и спазняк. Помню танцы в актовом зале. Как я набухавшись потерял сознание. Меня оттащили к заучу в кабинет. Я очнувшись выдал обед с ужином на паркет. Первый раз кирнул в восьмом классе. Бошку купленную на рынке у азеров за двадцать. Лишь под ганчубасом я отгуплил. Более-менее принцип элементов таблицы Менделеева. В девятом классе сказал мне зауч. Вася, парень ты хороший. Но мы будем прощаться. Иди учиться в колледж. Или ПТУ. Да ну его в пизду. Просила шанси, мол все будет по уму. Зауч мне поверила, не думала, что обманул. Мы к тому времени сколотили толпу. Качество хенкель. Портвейн, курили траву. Батя мне кричал. Я тебе голову оторвал. Мне тогда оторвал голову. Первый ву. Я влюбился в Вику Балакнину. Как-то меня попросили с родителями явиться. Обязательно? В детскую комнату милиции. Мне говорили все, Вася, ты кончишь плохо. Но мне на этим аналоги было похуй. Камешком под горочку по наклонной. Особо не развернешься, когда приколы по талонам. Убивали время в школьной столовой. Для нас эталоном был крестный папа с капона. Одни лопали доны, да и жизнью были довольны. А мы и курили птихаря. Нашу марку в подворотне. Ах, школа, школа, потолок, кока-кола. Толпа на толпу. Честь района. Но у кого-то все сложилось по-доброму ровно. А тот Авроби до сих пор так и не видел моря. Я с теплом вспоминаю те школьные годы. Надеюсь, ты кого-то мне заебует икота. Надеюсь, и обо мне там вспомнит кто-то. После этого хип-хопа. Школа, школа, я скучаю, отвечаю, отвечаю. Каждый год я отмечаю первое сентября. Школа, школа, я скучаю, отвечаю, отвечаю. Каждый год я отмечаю первое сентября. Школа, школа, я скучаю, отвечаю, отвечаю Каждый год я отмечаю 1 сентября Школа, 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 школа Я скучаю, отвечаю Это больно, школа-школа